Так, ну что, коллеги, давайте начнем нашу встречу. Ее обозначили, как не вылететь с фистеха, но тема шире, немножко вообще о жизненной фистехе. И я начну даже с другой стороны. Вы сейчас молоды, здоровы, красивы, и вам кажется, вы будете жить вечно, и ничего с вами не случится. Так вот, к сожалению, в жизни вас подстерегают разные опасности, и на фистехе тоже он не исключение. Но начну с двух таких печальных случаев. Первое, когда вы с Новодачной идете, выходите, и вы видите там два памятных столбика стоит. Это два погибших фистеха. Они в разное время. Вот один из них, Лев Крестников, он был первокурсник, и очень спортивный, крепкий парень. И когда из Москвы приехал с электрички, сходил там в первый вагон, все как надо, как учили, шла встречная электричка. И он понадеялся на свои спортивные способности и думал, успеет перебежать. Не успел. Вот в результате, вот все, что от него осталось. Только память и все. Поэтому, в общем, будьте аккуратнее в этом плане. Я говорю, что со всеми может что-то случиться. Поэтому некие предосторожности в жизни нужны. Аккуратность. Вторая памятная плита, она связана вот с чем. Когда у вас в сентябре начнутся занятия, вы волей-неволей будете ездить в Москву, и вот когда возвращаетесь, мой вам совет. Садитесь в первый вагон и идите дружно толпой. Тогда, во-первых, веселее, а во-вторых, ничего с вами не случится. Потому что, как раз вот по второму случаю, уже четверокурсник, парень крепкий, спортивный, хотел на бокс, поэтому был уверен в себе. Ехал с последней электричкой, ему лень было пройти через все вагоны, он сидел в последнем, сошел на новодачной. Народ толпой прошел, а он пока прошел, его встретили два человека. Один вышел из мест лишения свободы совсем недавно, а второго он брал себе на выучку. И вот видят, идет парень, там красивый полушубок, все. Ну, в общем, хотели полушубок снять, а в результате закончилось все печально. То есть, они его вроде как и не убили сразу, но по голове ударили, сняли полушубок и ушли. А была зима, мороз, и он в бессознательном состоянии замерз. Если бы было время пораньше, там электрички кто-то видел, а поскольку электричка последняя была, то только утром увидели, что лежит человек. В общем, ну, уже все было поздно, поэтому, как бы, всякое возможно. Теперь, почему собираться вместе? Ну, у молодежи отмороженной, там, осенью обострения начинаются, и вы сами увидите, когда вы идете, там, скажем, с новодачной или новодачную, часто там сидит стайка ребят, там пацаны какие-нибудь, там, 9-й, 10-й класс, вот. Но их несколько, ну, и смотрят, видят, идет физтех, особенно если какой-нибудь щупленький. Ну, значит, там что, подходят, дай 10 рублей, дай еще что-нибудь, но потом ради интереса ударить могут и так далее. Они трусливые, но когда на одного человека и такое стадное чувство, друг друга подбадривает, в общем, могут быть неприятности. По крайней мере, вот осенью регулярно у нас бывает, что там то один, то другой прибегает тут в девятки или в десятки пункт охраны. Они бегут, но это молодежь уже знает, там, они там ударили, что-то отобрали и убежали, спрятались. В общем, ну, неприятно вот получить там в скулу. Поэтому ходите толпой, даже если там будут девчонки, там, в основном, все равно они трусят уже, вы идете спокойно. Поэтому вот первый вагон, ну, а если электричка идет мимо новодачной, то до Долгопрудной, опять-таки, последний вагон, и тоже в скверике, там тоже молодежь иногда промышляет. Поэтому лучше пройти прямо с электрички на Первомайскую, и по Первомайской, она людная улица, там и охрана бывает, и все, в общем, там спокойненько так пройдете. Вот. Это не значит, что с вами с кем-то может случиться, но это может случиться. Поэтому меры предосторожности, они нужны и важны. Следующий момент. У нас система пропусков сейчас, охрана сидит, нанимает рабочих, охранников из сельских местностей. В общем, народ обездоленный, мужики там крепкие, и заработки маленькие по сравнению с московским. Но там из тех сел, откуда их взяли, там вообще ничего нет. Да, и поэтому для них 15 тысяч это большие деньги. Вот. И они честно эти деньги отрабатывают. Поэтому, если вы забыли пропуск и начинаете права качать, что вот я физтех, разве по мне не видно, пропустите меня там, ну и вообще козел ты вам приехал из деревни, что ты тут делаешь. Человек честно исполняет свой долг. Я говорю, он за 15 тысяч вот охраняет институт и вас. И поэтому относитесь к нему уважительно. Ну, во-первых, забыли пропуск, вернитесь, принесите. Нет, то попросите интеллигентно там, объясните что-то, но не напирайте и не требуйте чего-то. Я говорю, он честно исполняет свой долг, отрабатывает эти там 15 тысяч вот, а у него еще семья там кормить. Он сюда приехал, у них вахта. Две недели они здесь живут в таких не очень хороших условиях. Вот он сутки сидит, и они где-то там, увидите, там на сковородке в туалете, в тамбуре, плиточка, они что-то приготовили. Все, поэтому, как бы они заботятся о вас. И в общежитии такие же люди примерно. Тоже там, вот ходите, и вроде уже он вас знает, с вами здоровается, пропуск забыли, он начинает там права качать вроде. Давай пропуск, нет, значит, проси кого-то. Ну, вот, попросите вежливо, попытайтесь объяснить. Вообще вежливость в этом плане лучшее средство решить свои проблемы, но не получается, значит, дождитесь кого-то. Не стоит того, чтобы обострять отношения. Потому что он может запомнить вас, и потом начнет все время вот по мелочам вас гнобить. А главное, что я говорю, они делают свое дело, и в общем честно. Если возникают какие-то проблемы, как правило, у нас студенческое самоуправление, они быстро реагируют, сообщают их руководству. И я уже знаю несколько случаев, когда этих товарищей увольняли с работы, поскольку они там как-то не так свои функции выполняли. Вот, это что касается охраны. Дальше. Такая штука. Вы сейчас из дому приедете и будете предоставлены сами себе. И тут есть такой важный момент. На вас, не побоюсь сказать, обрушится испытание свободой. Если дома мама, там папа, садись делать уроки, отвезли вас в школу или говорят, иди в школу, там напомнили, что надо на секцию идти, что-то делать, то здесь вы хозяева своего времени и можете распоряжаться им как хотите. И вот, к сожалению, это испытание свободой далеко не все выдерживают, потому что, а, ну, никто меня не подталкивает, народ там сидит допоздна, гаммают. И это, наверное, вот первые люди, которые вылетают с физтеха, это гаммеры. Потому что друг с другом играют, с машиной, гейм-игры, да. А комната на комнату, вот я еще немножечко поиграю и пойду отдыхать. Смотрят, это немножечко, там, 5 утра, ну, ладно, полдевятого встану, организм крепкий, плевать на будильник, там, где-нибудь в час проснулись. И вот покатилось, покатилось, покатилось. И в результате накапливаются долги, возникают проблемы, и это чревато. Поэтому постарайтесь проявить силу воли и как-то вот жестко, можно играть, но, вот, там, поиграл, там, 20-30 минут, занялся делом. Пообещал себе, что вот я сделаю задание, там, что-то там, да, тогда могу еще что-то поиграть. Но, к сожалению, говорю, вот далеко не у всех так получается, и особенно у ребят сильных, которые, там, олимпиадники, пришли все вот из себя вроде такие, им кажется. Ну, догнать ничего не стоит, и это приводит часто к печальным последствиям. Еще один момент. Поскольку мы живем не в закрытой зоне, то разные люди появляются. Несколько слов про наркотики. Ну, я не сталкивался с физтехами, которые сами употребляли, но вот на моем, на моей памяти, я знаю два таких ярких случаях, когда народ занимался производством наркотиков. Знают хорошо химию, распродают, пополнить бюджет. Ну, одного накрыли, очислили, вот в этом году еще одного тоже. В общем, это, а, не лучший способ зарабатывания денег, б, это просто безразственно по сравнению с тому коллективу, в котором вы есть. Ну, а что касается употребления, то, я говорю, мы живем не на Луне, а в обществе, и, к сожалению, могут быть какие-то соблазны там. Ну, я знаю, что вот я живу в Долгопрудном, в школах там проникает, детей пытаются подсадить на это дело. Поэтому могут и вас на слабо попытаться взять. Ну, что там, немножко там как-то вот. Поэтому, опять-таки, проявите силу воли. Когда вам говорят, ну, ты же взрослый, там, вот, что тебе, вот вас берут на слабо, ребята. Когда вы подсели на эту иглу, то с нее слезть уже очень тяжело. Поэтому вот проявите силу воли, говорю, и не поддавайтесь на эти дела. Потому что это, в общем, крест на всей карьере научной. Алкоголь. Ну, опять, примерно то же самое. Я же взрослый, я же могу. К сожалению, вот с алкоголем, ну, как бы должен быть какой-то жизненный опыт, да, и ты должен понимать там, что ты рюмку вина выпьешь, ну, будет весело, но не опасно. А дальше сложно остановиться. И дальше до бесчувственного состояния. Охрана ходит, значит, разбирается, дальше в деканат приносят докладную, что вот ваш студент там, ну, может, не до бесчувственного состояния, но уже все, он не понимает, он начинает охранником опять, там, да кто вы такие, да я вот, да тыры-пыры, там, это плохо. И тут, ну, ну, самое лучшее, если бы вы следовали по пути Ландау. Лев Давидович Ландау вообще в жизни не употреблял алкоголь. Он считал, что это разрушит его мозг, и мозг у него был уникальный, вы знаете. Так вот, когда были официальные приемы в институте физпроблем, и приезжают иностранные гости, ну, например, Нильсборс приехал, стол накрыли, там, вино и так далее. Так вот, Ландау ходил на эти приемы со своим аспирантом, который у него был выпивоха. Он поднимал тост, произносил все, а дальше давал аспиранту, который выпивал за него это вино. Еще немножко про быт. Опять-таки, родители о вас заботятся, и вы все такие красивые, там, чистенькие, свеженькие, все здорово. У нас в общежитии есть стиральные комнаты, пользуйтесь ими, пожалуйста, следите за собой. Очень неприятно, когда вот, ну, я 30 лет работал, в этом году 30 лет, как я заместитель декана, и вот приходит преподаватель с кафедры Иньяза и говорит, там, вот ваш, там, не называют фамилию, от него не свежо пахнет, и там, подходишь, и действительно, он уже месяц не мылся, он там лицо помыл, все, а его рубашка там все уже, ну, вот, воняет просто, вот, другого слова не надо. Он сам не чувствует, он привык, это же постепенно все растет, и он привык к этому запаху. И товарищи по комнате, наверное, привыкли. Ну, в общем, следите за тобой, не доводите до таких вещей. Вот, ну, это нехорошо. Ну, вот, ребята есть такие, к сожалению, вот, все время, каждый год встречается. Он умный, все, он сидит, вотает, вотает, ему вроде как и некогда сходить постирать свои вещи. Там, товарищи по комнате, не стесняйтесь напомнить, да, там, девушки там тоже. Можно деликатно как-то сказать. Вот, мы на международную олимпиаду возим детей, вот, я, в частности, руководитель команды по естественно-научной, на естественно-научную олимпиаду. Ну, и у нас были такие случаи, и тренер у нас, там, женщина такая деликатная, ну, как сказать, там, человека оскорбишь, да, обидится, там, результаты плохие будут, переживать начнет. Поэтому она так говорила, что, ребята, вот, все, вы попали в сборную, едем на олимпиаду, каждый день вы должны быть белые и пушистые. Поэтому мыть голову, я буду проверять. Она ко всем обращалась, ну, и все там старались, как бы, все чистенькие, все, в общем, нормально. Поэтому следите за собой, за своими товарищами. Так, это мы обсудили. Теперь у нас есть читалка. Ну, в комнате не всегда можно заниматься, потому что это ваше совместное место проживания, и вас там четверо, там, трое, как, ну, обычно первый курс по четверо, селят. В этом есть некий, ну, на взгляд руководства позитивный смысл. Вы быстрее познакомитесь с друг другом, вам легче будет жить. Но у этого есть и минус, потому что в комнате часто какие-то тусовки, разговоры там. Обычно в общежитиях практически во всех есть читальные залы. Идите занимаясь. У нас студенческое самоуправление добилось того, что уже второй год круглые сутки работает читальный зал большой. Поэтому вы по пропуску, вот по такому, проходите там в 2 часа ночи, неважно во сколько. Охрана, это сейчас бодрствует круглые сутки. Прошли, занимаетесь, все. Но не надо использовать читалку как место тусовки и мешать другим. Потому что у нас нет там наблюдателей, хотя вот многие замдеканы говорили, давайте там посадим кого-то, чтобы прекращали шум. Потому что народ, особенно вот перерыв между парами, там, время есть, сходили поели, и еще там час-полтора часа, там, час-двадцать. Собирается в читалке и начинает там анекдоты травить, гогот, все, в общем, заниматься тяжело. И не у всех хватает силы воли, ребятам, мужество, так сказать, кончайте, вы мешаете. Даже преподаватели, я знаю, некоторые переходят в другой читальный зал, потому что, ну, сидит там человек пять, вроде здоровые ребята, что-то обсуждают, вроде и не дурака валяют, но всем мешают. Поэтому дома, на улице, в читалке нужно ботать и не мешать другим. Для иностранцев, ежели у нас таковые есть, есть у нас иностранцы, но не из России, есть, да? Значит, передайте своим коллегам. Нужно будет сразу купить медицинский полюс, как попадете сюда, и подать в деканат заявление, в копию полюса, деканат вам скомпенсирует его стоимость. Ну, конечно, вы можете купить там all-include, и тогда скомпенсирует, но минимальный полюс, когда вас к врачу принимают без всяких проблем, нужно приобрести. Потому что, опять-таки, вы думаете, что с вами ничего не случится, но, ну, бывают всякие вещи, и тогда человек приходит, когда уже форс-мажор, а врач говорит, а у тебя нет полюса, я тебя не приму там, и начинается тягомотина. Вот. Купите в деканат документы, и вам все скомпенсирует, поэтому вы будете себя чувствовать защищенным, и все нормально будет. Так, следующий момент. Я бы сказал, медные трубы. Ну, большинство из вас лучше там в своей школе уж точно, лучше в своем городе, лучше в своей области. И вот вы пришли на физтех, и весьма вероятно, что здесь вы окажетесь вовсе не лучше, а может даже и ниже серединки там вот. Ну, к сожалению, жизнь такая, что сюда идет, вот сейчас уже вся сборная российская национальная подали документы, уже полбелорусской сборной подали, Украина, Казахстан, и, в общем, человек 15 межнаров будет здесь учиться с вами. Практически вся, весь стоп Всероссийской Олимпиады по физике приходит на физтех, за редким. Ну, Питер обычно идет к себе домой там, и все. Даже Москва идет сюда. И поэтому я говорю, что вы можете испытать стресс, когда вы вдруг увидите, что вы не лучший. И никто на вас не будет дуть там, пушинки снимать, а надо будет ботать, ботать, ботать. Поэтому морально будьте к этому готовы и воспринимайте это спокойно. Вот, быть лучшим, там на курсе учиться лучше всех, получить даже красный диплом, вовсе не гарантия успеха. Ну, могу привести примеры ребят, которые были, как бы, ну, возьмем самый яркий пример, Костя Новоселов, Нобелевский лауреат. Вот, когда он учился, ну, вот я у него лабы вел, никакого нимба над головой у него не было. Он был хороший студент, но таких было в группе еще достаточное количество. Вместе с ним Кирилл Михайлович Крымский учил, он там некоторым из вас будет лекции читать. Так вот мы думали, вот Кирилл будет академиком, по крайней мере, и все. Но жизнь сложная штука, он замечательный физик, читает лекции, очень интересно, вот рекомендую посетить. Но Кирилл Михайлович здесь, а Новоселов Нобелевский лауреат. К сожалению, здесь еще многое зависит от удачи. Повезло, не повезло. Со мной учился парень вот на одном курсе, в одной группе, тоже был фантастически талантливый. Но, к сожалению, мы школу, институт закончили вот эти самые 90-е годы, на нас выпали, когда до науки не было дела. И он даже не академик. Но при этом он свой вот физтеховский такой запал, интеллектуальный поиск, там какие-то проблемы, он все время чем-то занимается, что-то ищет. Вот, ну, опять, про те же 90-е, когда работать практически не было работы. Одно из дел, которое он сделал, значит, горели нефтяные скважины. В общем, какая-то беда была, не только у нас. Как тушить? Затушить скважину – это огромная проблема. Когда она горит, к ней никак не подступишься. Что он придумал? Идея первого курса. Воспользуемся идеей гироскопа. Он говорит, давайте сделаем большой чугунный диск, там, ну, метра два в диаметре. Раскрутим его. Подцепим к самолету. А дальше, летчики наши асы, даже в те годы были, он бросает этот диск. И вот там, ну, после двух-трех бросаний диск, масса большая, а гироскоп, он вращается, чтобы там не было. Вот как его запустили, так он и идет. И он перекрывает землю, пробивает и просто закрывает скважину. Все, дешево и сердито. Но там еще были проблемы, чтобы самолет летит, скорость большая, там, он придумал пенопластовый, там, вокруг, сферу делать, чтобы… В общем, техническое решение. Еще одна задача была, тоже он придумал. Значит, работал с НИИМАШи. Это кто на ФАКИ собирается, контора, которая обеспечивает то, чем мы гордимся. Вот надо же исследовать, как там у нас головная часть должна быть защищена, как все устроено. И там есть специальная труба, в которой разгоняют, ну, модели метеоритов какие-то, которые примерно с первой космической скоростью врезаются в обшивку. Пробьет, не пробьет, сохранится, не сохранится. И вот тогда это все стояло, делать нечего было. И Паша придумал, как получать алмазы. Ну, алмаз тот же графит, но только у него структура другая. Значит, как бы, это много слоев графенов. Про графен-то уж точно знаете, геями новоселов, нобелевские лауреаты. Так вот, у них сдвинутая структура. И он говорит, а давайте, вот, возьмем, опять-таки, идею гироскопа. На чугунный диск нанесем графит, раскрутим его и запустим по этой трубе. И когда он долетит до стенки и ударится, значит, во-первых, ну, слои эти, графены, у них вандервальцева связи и расстояние между ними где-то 10 экстрем, большое. А сжать тяжело. Но когда первая космическая скорость, то все это сплющивается. А еще плюс вращение. И у нас получается структура алмаза. Ну, большие алмазы не получались, но для технической цели это, оказывается, работает. То есть вот графит превращается в алмаз в результате сильного сжатия и сдвига. Так что, тестики, которые на науку заточены, они находят применение даже, казалось бы, в тяжелых, безвыгодных ситуациях. Поэтому совершенствуйте свои способности, работайте, и у вас будет все нормально. Так, движемся дальше. По учебе. Давайте переходим к самому, может быть, важному, но не самому интересному. Если на олимпиадах у вас, вот вы пять часов попарились, и вот он результат, диплом, медалька, там что-то такое, то в науке, к сожалению, такое бывает очень редко. Вот сейчас мы готовим сборный. Один из наших тренеров, он сам физик, был на международной олимпиаде, награды получил. А сейчас занимается биофизикой, поскольку это интересно, и там нужны физики. И вот он рассказывал, что чтобы исследовать структуру белка, белки бывают разные, но оказывается, как он себя ведет, его поведение, зависит еще от его пространственной структуры, как он скручен. А чтобы наблюдать это, с одним белком ничего не сделаешь. То есть нужно их много, то есть нужно его взять, вырастить кристалл биологический. А кристаллы умеют, еще там 200 лет назад придумали способы. И вот год сли исследования, и не получалось. Кристаллы не растут, то есть растет какая-то фигня, но понять структуру из такой вещи невозможно. А вот если кристалл, то тогда большой объем, тогда пускают на... Ну, здесь у нас есть регаку, такое устройство, которое в рентгеновском диапазоне просвечивает устройство. В России единственное, и в мире таких там установок несколько. И можно посмотреть, что получается. Но это грубая все-таки установка. Если видишь точно, что тот объект, который нужно исследовать, значит, надо ехать в Гренобль, там источник синхротронного излучения, там, смотрите. Вот год они работали, у них ничего не было, и вдруг вот совершенно он как бы от безысходности там решил попробовать способ, который все говорят, да ерунда, время тратишь. И получилось. И вот все, сейчас он едет на Олимпиаду, с Олимпиады сразу в Гренобль. В общем, ну, я думаю, будут результаты очень интересные, здорово. Поэтому вот бывает год работы больше, и результатов нет. К этому нужно быть готовыми. Опять-таки, вот наш аспирант, один, сейчас пригласили работать в Германию, до этого занимался лазерным охлаждением. То есть получал какие-то там нано-кельвины. Ну, то есть метод придумали давно. Один из инициаторов этой идеи был наш выпускник Литохов, который сказал, что если на газ из каких-то атомов с двух сторон светить лазером, то это лазерное излучение действует, как на Западе, есть патока такая. Он вязкое трение, и атом замедляется, и практически у него получается скорость там, нет каких-то теоретических ограничений на это. Вот, и вот он только на то, чтобы собрать установку и настроить, потратил несколько месяцев. Казалось бы просто, вот лазер там, вот линзы, вот зеркала там, собрал, вот установка, вот охлаждение там. Ну, предварительно надо охлаждать, да, все. Вот уходят месяцы, чтобы хорошая установка, ее отстроить, наладить, чтобы работала. И далеко не все выдерживают. То есть вот он рассказывал, что у них через лабораторию достаточно много студентов приходило, которые вначале, ах, здорово, лазерное охлаждение, все, пришли, а изо дня в день там одно и то же, настройка, там надо какие-то программки написать, чтобы эксперимент автоматизировать и так далее. И это такой вот неблагодарный, казалось бы, труд, и после там месяцев этого труда иногда только бывает результат. Поэтому вот нужно быть готовыми, что быстрого результата не будет. Сейчас, что там еще? Так, что-то я скакнул быстро. Да, я с учебы убежал. Мы начали-то с грустного, перешли на веселый. Но когда бывают результаты, то это здорово. Ну, кстати, и про результаты. Вот тоже, опять-таки, про нашего физтеха. Он работал в интернациональной команде, занимались биофизикой, и их команда наработала на Нобелевскую премию. Но требования Нобелевского комитета или условия, что премию получают только трое, не больше. Ну, а поскольку он был самый молодой, да еще и из России, я думаю, это сыграло, поэтому команда Нобелевскую получила. Ну, он говорит, ну, ты еще молодой, ты еще получишь. Хотя он работает здесь у нас, ну, вернее так, он полгода в Америке, полгода здесь работает. Вадим Черезов, услышите фамилию, посмотрите. Вот он был в Нобелевской команде, и, в общем, вклад его был таков, что, в общем, наверняка ему надо было ее давать. Но тут еще вот и политика какая-то появляется и так далее. Ну, ладно. Итак, к прозе жизни. Вашим путеводителем по этой жизни будет задавальник на студенческом сленде. Это такая книжечка формата А5, и на первой страничке у вас там буквально написан график, когда сдавать лабы там по физике, когда сдавать задания по... В какую неделю? По геометрии, по матанализу, по английскому языку. И я вам советую настоятельно этой книжечке придерживаться. Потому что преподаватели разные бывают. И некоторые, я бы сказал, не побоюсь этого слова, провокаторы. Они говорят, да ладно, там сдашь потом, попозже. Ну, что значит попозже? Там же такие разные люди есть. А попозже у вас все, этот ком долгов накапливается, накапливается, накапливается. И декабрь для вас превращается, ну, для многих, в ад кромешный. Потому что и то не сдано, и то не сдано. И как делать? В общем, все начинается головные боли, идет к врачу там. В общем, все, отпустите меня в академический отпуск. Я хороший, ну вот. А все это проистекает из-за неорганизованности. Если вот человек работал по тому, как задавальники прописаны, когда что сдавать. Там программа написана. Там написано, какие задачи решать. Но если в школе у вас учительница на каждом занятии требует сдавай, сдавай, сдавай. То здесь сдача, она вообще говоря, вот в те сроки, когда прописана. У вас два задания по физике есть. Значит, там, где-нибудь в конце октября вы его должны сдать. И за это время у вас там, ну, получается, скажем, примерно пять тем или шесть. И в каждой теме по десятку задач. Значит, вот 60 задач нужно сдать. Если их отложить на решение в последний день или в последние два-три дня, то, в общем, задача, ну, даже для победителей в серосе не слабая. И поэтому народ там списывать начинает. А это потеря времени, во-первых, самое печальное. Во-вторых, если преподаватель, ну, не халявщик, то он сразу вычисляет, что человек сдул. И, ну, в общем, неловко получается. Поэтому самое лучшее. Вот прошли тему и сразу на эту тему задачки порешать, чтобы они у вас были уже. Не откладывать на потом. Пока у вас все свежо в голове. Вы закрепили материал. На семинаре разобрали, на лекциях рассказали, задание сделали, и пусть она тетрадочка. Некоторые преподаватели, кстати, принимают и по ходу так. Ну, вот по физике Судаков Александрович, он там каждую неделю задания смотрит и сам подталкивает студентов. Ну, не делают, не делают, но, по крайней мере, он к такой, к школьной системе рекомендует идти. Там же написана программа по тем предметам, где будут экзамены, какие темы вам нужно готовить к экзаменам. Еще два слова про физику, поскольку я сам на кафедре физики работаю. У нас есть такая штука, неожиданная, может быть, для многих, как вопрос по выбору. То есть экзамен происходит следующим образом. Вы тянете билет, и первым пунктом стоит вопрос по выбору, а второй пункт какая-нибудь тема. Например, уравнение Вандервальса. Что такое вопрос по выбору? Вы берете любую тему, можете из программы брать, можете сами что-то придумать, какие-то книжки почитать. Вы можете, скажем, механику проходить осенний семестр, и любую тему из механики можете взять и доложить дома, готовясь. Можно готовиться полгода практически преподавателю. Но идея какая, что этот вопрос вы должны с преподавателем обсуждать на равных. Не то, что зазубрил что-то. К сожалению, студенты есть, которые взяли там из Севухи на какой-нибудь параграф, выучили, отбарабанили. А дальше шаг лево, шаг право, и видно, что всюду мины рвутся. Человек не знает ничего. Память у вас хорошая, но понимания нет. А предполагается вообще, вот Петр Леонидович Копейца был инициатор этой идеи, чтобы вас приучать к научной работе. А научная работа это выбор, который вы сами должны делать. Вы сами должны выбирать тему. Вы сами должны выбирать, насколько в ней углубляться, что там рядом лежит. И когда идет такая подготовка, студент прорабатывает, то и для него интересно. И вот хороший вопрос по выбору, особенно когда еще эксперимент ребята делают. Там полкафедры сбегается, вот все, кто бросает своих экзаменуемых, посмотреть, что там сделано. Как интересно получается. Ну и понятно, что если вы ручками делали, это как бы уж там плюс балик вам зачтется. Так что вопрос по выбору не откладывайте на потом. Вообще это важный момент такой, вот уметь что-то выбирать. Потому что этому не учат, этому не умеют учить. Вас научат решать задачи. И вот отличники, там красные дипломанты, которые физтех уже закончили, они решают задачи, там им дали, хорошо учились. Но сами многие часто не могут сформулировать проблему. А что делать? И вот приходят, подскажите, чем мне заниматься. В этом плане резервфорд, если к нему научные сотрудники или аспиранты приходили с вопросом, что мне делать, он говорил, уходи из нашей лаборатории. То есть вы сами должны учить, искать задачи, которыми вам заниматься, которые вам интересны. Потому что в самом деле, вот вы придете в науку, никто вам задачи ставит. Бывает, конечно, там такое, что лаборатория в каком-то направлении идет и всех подключают, но, как правило, все равно там большая свобода. А часто вообще никто вас не принуждает. Занимайтесь чем хотите. И в этом плане некоторые вот эту свободу, кажущуюся на базе, воспринимают как полную халяву, ну и подрабатывать начинают, а наука идет по боку. А зачем, собственно, тогда на физтех шли? Вот это про вопрос по выбору и про вашу научную деятельность. Так, с вопросом по выбору мы обсудили. У меня студент был, который, у него вот такая хорошая черта, у него была тетрадочка, и если у него какая-то идея возникала, он ее, во-первых, записывал, ну, чтобы, может быть, в будущем разобраться, подходил к преподавателям. Не всегда и преподаватели могут ответить. Они же тоже ведут занятия, но, скажем, там специалист, там, из Курчатовского института, и он занимается физикой и плазмой, а у вас идея совершенно из другой области. Поэтому вы не думайте, что уж тут такие прямо вот светочи и полиглоты, и они все знают во всех областях. Здесь много людей, и они, всегда можно найти человека, который вам поможет, там, в интересующейся вас области, но это не обязательно должен быть ваш семинарист. Дальше, про формализм. У нас в институте сейчас вводят бально-рейтинговую систему. Первыми ее ввела кафедра иностранных языков, и там, в частности, приличное количество баллов, там, процентов 40, наверное, ставится просто за ваше посещение занятий. Казалось бы, ерунда, но на самом деле по инъязу, по крайней мере, точно нет. Потому что даже если вы не подготовились, когда вы приходите на семинар, а группа у нас маленькая, делят там пополам, там, человек 5-8, вы на уроке работаете, в языке нужна практика. Если вы хорошо знаете язык, то вы помогаете другим, у кого эта практика меньше. Вас заставляют там топики какие-то произносить, что-то читать и так далее. Поэтому вот идея, что я сегодня не подготовился, там, стыдно, и я не пойду, вот, плюнуть на стыд. Стыд не дым, глаза не ест. Приходите и работайте. В конце концов, из-за ваших непосещений у преподавателя у вас складывается представление, что вы там, вот, сачок и так далее. А это всегда, ну, на вас же и отразится, потому что, ну, есть какой-то зазор, понимаете, да, можно поставить там пятерку по верху или четверку, а ее можно и по нижней части поставить. Вот. Поэтому нужно работать. Сейчас эту же систему вела кафедра высшей математики. И там тоже ходите на семинары, работаете, все, вам это зачтется, и опять там приличное количество баллов. Сдача задания. А сам экзамен, собственно, он меньше половины весит. И вот если вы ответили там на экзамен блестяще, десятка, казалось бы, а дальше в БРС это, если там 40%, ну, вот вы получаете 4 балла. А остальное уж как получится. К физике переходим. Зачет отдельный будет по лабораторному практикуму и отдельный зачет по семинарским занятиям, по решению задач. По лабораторке ставится оценка, и она идет к вам в зачет, и потом вот уже в вашем дипломе будет и так далее. А по семинарским занятиям оценка только в журнале стоит, и казалось бы, ну и ладно, но, когда вы приходите на экзамен, на кафедре правила. За каждое не сданное задание минус 3 балла. Поэтому не сдали два задания, минус 6. Даже если вы ответили на 10, у вас четверка, а четверка это, что там, значит, 10, 9, 8 это отлично, 7, 6, 5 это четверка, 4, 3, тройка, 2, двойка, ну, кол. И поэтому это может вам сыграть плохую шутку, если вы не будете сдавать задания. Вот пересдача была перед вами, пришел мальчик, в общем, отвечает нормально, не стал пытать его, почему он на пересдачу попал. Ну, в общем, так, не пятерка, но 5 баллов можно ему поставить по 10-бальной системе. Нормально плавает, но вполне умный человек. Иду ставить оценку, не сданное задание, 5 минус 3, 2 на очередную переэкзаменовку. То есть на переэкзаменовке, когда идешь, если не сданное задание, нужно настолько готовиться, чтобы, вот, поэтому лучше задание сдавать вовремя, ну, и чтобы жизнь у вас была приятная. Вот, значит, про физики рассказал, про математики рассказал. Ну, на втором курсе. На втором курсе у вас будет такой предмет, как теоретическая механика. Казалось бы, та же механика по второму кругу. Ну, на самом деле, там немножко только вот знакомая вам школьная механика, и то там всякие кинематические связи, в общем, есть. А дальше, ну, ближе к математике, там всякие будут скобки Пуассона, там, Лагранжиана и так далее. То, что на теорфизе потом нужно. У них правило другое. Человек не сдал одно задание, перед экзаменом ему дают две задачи и час времени. Он за час должен решить две задачи. Решил, как бы, все, задание зачтено, иди сдавай экзамен. Не решил на переэкзаменовку, на очередную. Два задания не сдал, три задачи надо решить. Но, друзья мои, три задачи по теоремеху решить, толпа народу ходит, там, первая пересдача, вторая пересдача, третья, и все время мимо кассы, что называется. Сделать три задачи, это нужно ботать очень прилично. Вот со мной студент учился, которого, ну, что называется, на слабо взяли, на трех задачах. Он ходил на лекции, решал задачи, но спор есть спор, и он задание не сдавал. Он был трехзадачник. Ну, он сдал, потому что он на все ходил все-таки, он все делал. Но это редкие случаи. Как правило, я говорю, народ с теоремехом вылетает, и вот ровно из-за этих трех задач. Он даже до экзамена не доходит, потому что, ну, не решил задачи, значит, вперед, готовься, в следующий раз придешь решать. Про информатику. Ну, тут нормальный предмет, я думаю, все в порядке, но, на мой взгляд, увлекаться этим особо, ну, как, не стоит. Либо, если увлекаться, то понимать, что это будет ваша будущая профессия и работа. Но все равно физтех нужно закончить, диплом нужно получить, уж скоро вы сюда пришли. Потому что вот на днях, опять-таки, ко мне пришел студент, который работал в фирме, получал приличные деньги, вот, нафига мне образование. И вот он растет, растет, а дальше его руководство фирмы говорит, нужен диплом, чтобы тебя поставить начальником отдела. Диплома нет, и вот, как бы восстановиться, давайте я хоть за деньги, но буду... учиться, чтобы был диплом, чтобы у меня дальше был карьерный рост. Вообще, вот, здесь дают приличное знание по программированию, и, скорее всего, вы все это освоите. И я говорю, тут даже есть некий соблазн, что зарабатывать деньги. Рано, ребята там уже на третьем-четвертом курсе, там посмотрите, возле в общак будет куча машин, вот, заработали. Ну, пусть подержанные, но программистов не хватает катастрофически, и поэтому на кусок хлеба с черной икрой вы всегда можете заработать. Но не эта цель. Либо надо поставить перед собой эту цель, и тогда уже к ней идти. А вот, а все-таки у вас сейчас у всех есть, наверное, какая-то высокая идея, постарайтесь, вот, мечта, постарайтесь эту мечту осуществить. Так, про БРС рассказал, вопросы по выбору рассказал, Лаба рассказал. Так, физкультура. Ну, здесь, как бы, у нас очень много секций, и поэтому вас, когда вы первый раз на кафедру придете, скажут, выбирайте, кто хочет, там, боксом занимается, кто хочет гимнастикой, кто хочет легкой атлетикой, кто хочет тяжелой атлетикой, борьба, бокс, самбо и так далее, вот. Поэтому, ну, заранее подумайте, что вам интересно. Кто ничем не хочет, ходит на общую физическую подготовку, там, когда тепло, бегают, когда холодно, в зале занимаются, выпадет снег, на лыжах катаются, ну, в общем, так, оздоравливается. На кафедре немножко такое снисходительное отношение, поэтому, ну, студенты часто много пропускают. Братцы, занимайтесь спортом. К сожалению, опять-таки, там, к пятому курсу у нас, ну, наверное, больше трети студентов болеют всякими, там, колитами, гастритами и так далее, потому что либо вот, в общем, какой-то такой беспорядочный образ жизни в плане занятий, и это создает проблемы, сколиозы, там, еще что-то. Поэтому, вот, у вас есть возможность, занимайтесь спортом. Первую очередь, это важно для вашего здоровья. Ну, а потом я вам скажу, что вот такие у нас талантливые ребята, там, теоретики, да, они вообще все крепенькие, занимаются, там, альпинизмом, еще чем-нибудь. Там, 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 вот, Коля Степанов у нас в группе, такой, ярость сторонники популяризирует хождение по натянутому канату. Поэтому, если в роще увидите, это либо он, либо там его дружки ходят. Вот, хотя теоретик блестящий. Василий Пестун, я уже так перехожу к нашим топовым ребятам. Вася Пестун у нас на Международной Олимпиаде взял золото. Сейчас занимается теорией струн. Таких людей в мире, может быть, десятка-два, не больше. Это современная такая, я бы даже сказал, больше математика, чем физика. Это выдающийся человек, и, в общем, все его приглашают. Там, он в Америке работал, сейчас в Европу пригласили. Вот. Когда делал диплом и докладывал, то комиссия единодушно ему сказала, что вот, ну, это все происходит вот в это время примерно, июнь-июль, что вот у тебя лето, пиши автореферат, и в конце сентября он защитил диссертацию кандидатскую. После этого его отправили в Америку, вот он там работал со специалистами. Говорю, сейчас в Европе, сюда приезжает, в общем. Перед Васей Пестоном по такому же пути примерно шел Никита Некрасов, которому ровно так же вот на защите сказали, что Никита, у тебя тут не диплом, а диссертация. Написал автореферат, разослал, осенью защита. Произошла. Ну, последний случай, вот в прошлом году вместе со мной здесь выступал Ваня Поляков. Это теоретики были, а он экспериментатор, работал в ЦЕРНе, и примерно та же ситуация. На защите диплома, говорят, Иван, это кандидатская, за лето переписал, осенью защитился. Сейчас его в ЦЕРН призвали опять и уехал, вот там работает. Так что не теряйте время. Кстати, еще вот про потерю времени. Некоторые из вас долгое время будут думать, что вот сейчас учеба, вот там аспирантура, а там уж я начну работать. У Петра Леонидовича Капицы в кабинете висели такие гистограммы. Ну, то есть это, значит, по оси абсцисс возраст ученых был, которые сделали выдающееся открытие, которое их прославило. А по оси ординат количество таких людей. И вот у него было несколько гистограмм. По физикам, по математикам, по биологам. Так вот, самое успешное в этом плане математики. Там где-то в 26-27 лет пик это гистограмма, а дальше все, дальше уже тупеют. У физиков 29 лет примерно. Но поскольку Капица давно жил, биология была еще такая накопительная наука, самые великовозрастные были биологи. Там максимум приходился на 40 с хвостиком лет. Сейчас биология очень помолодела. И вот работы делает, про Черезово говорил, что не так давно закончил физтех, все вот на уровне Нобелевской работы. Поэтому, если вы состоитесь как ученые, то это произойдет достаточно быстро. Как правило, работы делают такие вот знаковые в аспирантуре. А дальше, конечно, их нужно представлять, развивать, усовершенствовать, подавать заявки в Академию наук, на Сленкоры, на Академию. Это все потом придет, со временем. А вот в возрасте там где-то до 30 лет ваши мозги работают лучше всего. Еще это интересно тем, что вы еще многого не знаете, не знаете каких-то табу, запретов. Человек, который мудрен опытом, ему 50 лет, он уже это нельзя, это пробовали, не получится все. А в 25 лет, кажется, все можно. И поэтому открытие делают там, где вот никто и не ищет. Поэтому это время у вас, оно совершенно классное, и нужно работой научной заниматься как можно раньше. Заниматься как можно раньше. Причем, еще один такой важный момент, ребят. Вот не очень важно может быть на каком факультете учитесь, не очень важно на какой кафедре вы окажетесь. Самое главное, кто у вас будет ваш научный руководитель. Поэтому спрашивайте у старшекурсников, нос по ветру, ищите, и вам нужен руководитель. Человек, который вас поведет по жизни, а дальше уж вы сами пойдете. Но он вам тему определит, ваша научная работа, вашей дипломной, вашей диссертации. А дальше вы окрепнете и сами встанете на ногу. К сожалению, хороший ученый не значит хороший руководитель. Опять-таки, я знаю массу людей, которых студенты идут, там, академик или там, ну, доктор, профессор. А он вот, ну, так сам в себе занят, и он не умеет, наверное, руководить не может. И поэтому через какое-то время студенты убегают, там, да, типа, что там, фигня какая-то. Ищите научного руководителя. Я говорю, это основная часть вашего успеха. Ну, и общайтесь между собой, там, другие факультеты. То, что вдруг вы кого-то нашли, там, ну, не знаю, там, скажем, вот, я на ФОФе работаю, но у нас ребята с ФОКи общались, у них там, у студентов какие-то идеи были, им там предложили работу по извлечению труднодобываемых, полезных ископаемых. Пошли туда, и теперь успешно работают там, и наука, и, в общем, всякие дела с этим связанные там. С других, там, кто-то перебежал на ФУП, потому что у человека явные склонности к программированию и решает научные задачи интересные. Кстати, вот программирование все-таки надо воспринимать, ну, ну, вот как, когда я был студент, компьютеров не было, были логарифмические линейки. Поэтому сейчас сказать, что вот я хочу заниматься компьютерами, это как в мое время, я хочу работать на логарифмической линейке, считать. Важно, к чему это, вот, ваш компьютер прилагается. Ну, это же железяка, машина дура. Какую глупость вы в нее заложите, такую она вам и обратно выдаст. Если вы не понимаете физическую модель, которую запрограммировали, значит, и ерунда получится у вас. В этом плане это очень важно, вот, знать предмет, который вы обсчитываете. К сожалению, наука сейчас уже, конечно, не такая, как там 30-50 лет назад, аналитических задач, которые можно решить, их немного, и даже теоретики сейчас, вот, они пишут модели, а дальше считают на компьютерах. Что там получится из их модели? Сложные, нелинейные уравнения, и надо понимать, что машина насчитала, как это проанализировать, что из этого выйдет. В этом плане, конечно, программирование важно. Потому что быть, я говорю, чистым теоретиком сейчас вот без компьютера сложно, поэтому, так же, как и без языка, потому что, чтобы стать известным, чтобы на вас ссылались, чтобы вас признавали, вам нужно ездить на конференции. Сейчас это не проблема. Приходите, есть идея, заявку подаете, вон у нас там, соответствующее ведомство, и, пожалуйста, поезжай на конференцию, там, в Англию, в Англию, там, во Францию, во Францию, в Гонконг, в Гонконг. Ну, не на экскурсии, но если есть конференция серьезная, у вас есть какие-то результаты, то отправят без проблем. Но для этого нужно знать язык, поэтому английский сейчас, это уже, так сказать, необходимость жизненная. Вот если в то время, когда я учился, ну, мы знали, и нам всегда говорили, что физтехи не выездные, поэтому вам английский нужно знать тут ровно настолько, чтобы уметь читать статьи и переводить. Говорить можете и не говорить, все равно вам говорить не с кем. Сейчас ситуация резко поменялась, и поэтому нужен английский разговорный. Межпредметные связи. Ну, у нас, наверное, там четверть времени математика занимает, чуть побольше программирования, четверть физика, ну и все остальное у вас будет еще. Не всегда преподаватели объясняют, скажем, изучаете вы, ну, на матанализе, там, критерии каши будут доказывать вам. Ну, во-первых, вы не понимаете, нафига это нужно. Ну, ладно, выучили, сдали, забыли. Приходите на второй курс, у вас там дифуры или ТФКП, ТФКП, а там опять критерий каши. Начинаете урматы на третьем курсе изучать, там снова критерий каши. Ёлки, если бы сказали мне на первом курсе, я бы его выучил, я уже не тратил время на переучивание и так далее. Многие вещи, они используются в физике. Но опять, математики об этом не говорят. Ну, там, например, в матрице вы с ними работаете, в терфизии это просто вот, ну, необходимо. Счет, задачи и так далее. В физике вам нужно уметь искать собственные векторы, собственные числа. А на геометрии часто, ну, вот, ребята рассказали, и как бы это, ну, наравне с какими-то другими вещами, которыми вы, наверное, можете действительно не встретитесь. Там какое-нибудь сечение по дедекинду рассказали, сдали и забыли. И если вы не математик, то больше с этим и не встретитесь. А там собственные векторы, собственные числа. С этим будете сталкиваться вот во многих предметах, особенно на физике. Начнете теорфиз изучать специальную теорию относительности. Какое пространство называется эвклидуум? Что такое неэвклидово пространство? Что такое линейное пространство? Ну, и так далее. Вот эти понятия, они выплывают, и вам приходится забираться назад, потому что преподаватель, он что, пишет и говорит, вы это изучали там. Я вот свои впечатления вспоминаю, когда у нас начался курс уравнения математической физики. Читал академик Владимиров, и вот одна из лекций у него первых буквально. Сегодня мы будем искать обобщенное решение дифференциального уравнения теплопроводности. И начал. Вы там это проходили на первом курсе? Да, мы проходили на первом курсе, но это был конец семестра, нам никто об этом не говорил. И, конечно, я это уравнение диффузии уже забыл. Поэтому вот, ну, на лекции шок, а он рассказывает, как будто мы это все помним. Волновое уравнение, то же самое. Поэтому, ну, тут даже затрудняюсь, что вам сказать. Вот многие вещи, они нужны. Конечно, если говорить там про физику и математику, то такой извечный спор. Еще Ландау в свое время вот дискутировал с руководством кафедры высшей математики и говорил, что вы давайте студентам то, что им нужно для работ. Вот доказательство там единственности. И это, не будем мы это доказывать, мы этим пользуемся. Если что-то происходит, то мы знаем, что это есть. Но кафедра, у нее свой взгляд, она говорит, что они таким образом у вас логическое мышление воспитывают. И поэтому многие вещи очень долго изучаются. И, ну вот, по мнению физиков, излишнее. Но, к сожалению, повлиять на кафедру пока мы не можем. Хотя сейчас вот, может быть, вам повезет. И сейчас вроде бы как факультеты, там школы создают у нас, какие-то объединения. Они будут заказывать там математикам, физикам, что им нужно, по мнению руководителей школы, нужно, чтобы вы знали. Может быть, ситуация немножко изменится в сторону такой практической значимости. Ну, посмотрим, что получится. Про лабы еще несколько слов. Значит, у вас три часа на выполнение лабораторной работы. Как правило, вы делаете одну или две лабораторки и потом их сдаете. Но что тут важно знать? На самом деле, это некий тренинг, подготовка вас к будущей научной работе. Поэтому, а, постарайтесь подходить дотошно и аккуратно, чему вас учат. Говоришь студенту, что в физике сама по себе там какая-то величина ничего не значит. Нужно знать, с какой точностью ты получил. Нужна погрешность. Потому что это часто бывает важно. И вообще, потому как вы умеете оценивать точность ваших измерений, судя-то вашей квалификации. На первом курсе, первом семестре вас этому учат и снисходительно относятся. Поэтому изучайте. Потому что у вас, как правило, каждый семестр новый преподаватель в лаборатории. То есть у вас берет какой-то лабник и с вами идет весь семестр. На следующий семестр, как правило, это все совместители. Поэтому он говорит, я могу только по понедельникам вести. А в расписание у вас поставили лабораторки во втором семестре на среду. Все, значит у вас новый преподаватель. А у него другие требования. И во втором семестре, батеньки, да ты не умеешь в погрешности читать. О чем мне с тобой говорить? Вам плохо, преподавателю плохо. Поэтому осваивайте это дело. Вообще лабораторке надо бы по-хорошему писать как научную статью. Потому что это тоже некий навык. Этому тоже надо учиться. Вы придете на базу. Как правило, третий курс. На третьем вы будете прислушиваться. На четвертом у вас уже будут давать какие-то задачки. И если все нормально, то возможно у вас какие-то уже и работы появятся. Уж на пятом курсе точно. И когда вам дают писать статью, то для этого нужен навык. Нужно понимать, как это делать. Вот лабораторные работы, прекрасный тому полигон. Поэтому спрашивайте, не стесняйтесь у преподавателя. Со временем, я думаю, у вас все получится. Еще два слова про физику. Немножко в другую сторону. Значит, на ФИФТе есть кафедра системный анализ экономики. Заведует ее, если я тут, правда, в последнее время не следил, академик Энтов. Пришел он на ФОВ. И там долгое время эта кафедра была. Но потом ректор говорит, все, надо всех экономистов вместе собрать. Вот сделаем новый факультет и там это будет. Вот Энтов долго сопротивлялся. Но с ректором спорить сложно, ушел туда. Так вот, это вообще достаточно крупная величина в экономике. Там вот всякие Гайдары, Ясины, Шохины. Это его ученики. Он такой серый кардинал в экономике. И вот его журналисты спрашивают, а зачем вы на физический факультет пришли? Зачем это нужно? Там надо высшая школа экономики есть, там, может быть, создавать. На что Револьд Михайлович ответил, что вот единственная наука, где учат строить модели, это физика. Вот вы научите ребят, которых я отобрал, строить модели, а уж экономики мы научим, и тогда, может быть, у нас экономическая наука в стране появится. А пока мы только бухгалтеров готовим. Вот таким вот образом. Так, ну я вам, в общем, практически все рассказал. Закончу словами Капицы и одной байкой. Правда, не байка. Капицы всегда говорил, что кто сказал, что хороший физик должен быть хорошим математиком? Вовсе нет. Как пример, был такой великий ученый, как Георгий Гамов. Он родился в России, учился здесь. Его Иоффе в свое время вместе с Ландау отправил в Данию, к Бору учиться. Так вот, первую свою выдающуюся работу он сделал там. Поскольку он был такой, ну, шалопай слегка, то он ходил не только, куда его отправили, но и на другие лекции. И, в частности, там по электронике ему было интересно, что там рассказывает. Ну, тогда ламповая электроника была, но тем не менее. И вот там рассказывали, что есть некий такой туннельный эффект. в электронике об этом знали, все. Приходит на лекцию по ядерной физике, говорят, ребята, вот сейчас в мире проблема такая, объяснить распад ядер никак не можем, никакой там закономерности вроде нет. Что такое альфа-распад? В общем, представляете, да, когда у вас ядро распадается и вылетает альфа-частица, то есть ядро гелия. Гамов, блин, так это же туннельный эффект должен быть. Надо посчитать кулоновский барьер, там размер ядра известен, посчитать, но поскольку математик был, вы уже поняли, так я намекнул, не очень, он приходит к Ландау, Ландау вначале его высмеял, потом за две минуты взял интеграл, это все, он опубликовал статью, в результате его избирает член-корреспондентом Академии наук. Самый молодой, самый ранний. Ну, правда, время было сложное и потом из-за всяких политических соображений он Россию покинул. Там, перебежчиком называли и так далее. Но я как бы не про политическую сторону, а про Георгия Гамова, что математик, он был никудышний опять-таки, вот, но интересовался многими вещами, и вот, в частности, когда появилась теория Биг Бен, большой взрыв, то у Гамова родилась такая идея, что был взрыв, должно во Вселенной остаться излучение, которое появилось во время большого взрыва. А дальше Вселенная, адиабатическая оболочка, для адиабаты, для излучения, давайте посчитаем, как меняется температура, ну и каких-то соображений таких мутных, он там посчитал, что температура примерно градусов 6 Кельвина должна быть. Ну, в общем, математика там была несерьезная, к нему и отнеслись соответствующим образом. Проходит 4 года, по-моему, и реликтовое излучение обнаруживают. тем, кто обнаружил Нобелевская премия, Гамов второй раз мимо кассы. Кстати, забавная штука, сюда же опять, про научную дотошность. Когда у нас в стране, ну и во всем мире стали заниматься мазерами, первое, до лазеров появились мазер, ну, микроволновое излучение, так вот, у нас в Фиане занималась команда, и у нас был человек, он преподавал здесь на Фистехе, фамилию называть не буду, даже мне вел занятие. Он создавал усилители для этого микроволнового излучения, и идут какие-то шумы, которых быть не должно. Так, так, ну, а дальше поступил как нормальный студент. Да, это вот шумоустановки, какие-то, которые объяснить не можем, статья вышла, все, через год американцы получают Нобелевскую премию. Оказывается, он обнаружил это реликтовое излучение, но вместо того, чтобы пойти к Гинзбургу в соседний отдел и сказать, Виталий Лазаревич, вот, что такое, помогите, объясните, тот бы сказал, бери меня в команду, вместе получим Нобелевскую. Но этот человек промолчал, поэтому Нобелевскую не получил, и вот все время он жил с этим ощущением неудачника. Поэтому некая научная дотошность нужна. Я уже говорил вам вот про нашего человека из нашей команды, который вот биологическими кристаллами ростил, гость, да, уже можно было бросить, но не получается, не получается. но вот такая дотошность помогла, что сейчас вот они собираются в Нейче отправлять статью, так что это здорово. я вам желаю удачи, проявляйте силу воли и постарайтесь своей мечты, с которой вы здесь сидите, добиваться. Если будете стараться, то весьма вероятно у вас все получится. Если есть вопросы какие-то, я готов отвечать. Пожалуйста, задавайте. А какая именно нужна математика? Что? Какая именно нужна математика, чтобы результаты обрабатывать или рассчитывать? Ну, нет, конечно, смотрите. Кстати, про Гамова я забыл сказать, у него еще третье открытие он сделал в биофизике. Вот не геном открыл, а из чего эти самые там АТФ какие там эти собираются из чего гены. Тоже он предсказал. Ну, ладно, какая математика нужна? Ребят, если бы я знал или кто-то, то что бы я тут делал? К сожалению, вот вам дают, конечно, знания с запасом. Что конкретно нужно будет, это зависит от того, куда вы попадете, в какую научную группу. Поэтому я говорю, побыстрее ищите шефа. Шеф вам скажет, что вам нужно в науке, что изучать. И дальше уж ройте землю, там будет понятно, какая математику нужна. Кому-то нужна аналитическая геометрия, кому-то тендерсный анализ, кому-то может быть вычислительная математика нужна, там уже все написано, вот только бери да считай. Сказать невозможно. Истина конкретна, и вот как только вы попадете к шефу на базу и почувствуете, что вас заинтересованы, ройте землю, вот и у вас будет успех. Еще вопрос, да? Вы говорили, что по осени фестивальность пристает еще компания. А как часто происходит на реальность девушек? Ну, с девушками вроде нормально, я не слышал, чтобы к ним ребята приставали, долгопрудненские. Ну, на физтехе народ интеллигентный, поэтому вас немного, поэтому в основном все, от девушек зависит. Ну, в целом вроде нормально. Вот я говорю, я не... Вот один момент про девушек. Вас поселят в комнаты, и вы будете жить, я говорю, там, скорее всего, человека по 4. и, ну, такой медицинский факт, не знаю почему, но девчонки тяжелее сживаются. Вот больше всего на первом курсе конфликтов, которые деканату приходится разбирать, это вот девчонки ссорятся что-то, и вот расселите нас там все, поэтому, хотя сами просились вместе, ребята в этом плане более такие терпеливые, покладистые, они там год прожили, а потом тихонечко новое поселение и разъехались, например. А с девчонками бывает сложнее, но в целом нормально. Вообще, вот, братцы, еще одну штуку хотел сказать. Вам сейчас кажется, что физиков, ну, вот как грязи там полно. На самом деле, мир физиков очень тонок, их немного. Когда вы закончите физтех, вас будет чуть больше 600 человек. В науке останется половина примерно, часть все-таки вот поймут, что они высоко планку поставили, это не их, там, уйдут в программирование, там, в бизнес, аналитиками в банки, еще куда-то. Вот. Но вы будете пересекаться по жизни, даже если, ну, как-то там разойдетесь. Вообще, удивительная вещь, вот, когда я занимался на диссертации, там, нашей темой, она такая была, оборонная тематика, это было примерно там, ну, чуть больше десятка человек. И я их всех знал, ну, правда, тогда нельзя было выехать, но по фамилиям, по статьям я знал. И там я уже искал, кого мне нужна вот работа этих, там, из НАСА команда была, такая оборонная тематика была, я смотрю, о, что-то выпустили, смотрим, ага, там, догоняет нас, но мы здесь впереди, а где-то они, о, выскочили вперед. А сейчас вообще, я говорю, вы будете постоянно пересекаться, взаимодействовать, это, это хорошее дело. Вот, но вас будет немного, вот, в области, которые вы выберете, там, ну, сотня человек в мире, причем из них там тоже, ведь, кто-то, ну, задает том, и это видно по статьям, а кто-то, ну, отличники, например, краснодипломники, они решают задачки, которые там руководитель перед ними ставит. Они решать умеют, а ставить задачи нет. Вот, вот, поэтому, вы будете взаимодействовать, вас будет немного, вот, выберите область, и вы будете друг друга знать, как правило. И в этом плане, ничего страшного, даже нормально, если вы поедете, там, поработаете где-то, когда вас будут знать, коллеги, там, скажем, из Юлиха, там, или из Гренобля, или откуда-то, на вас будут ссылаться, потому что, ну, человек так устроен, ссылается на знакомых, вы там написали письмо, там, вот, как ты смотришь на мою статью, там, классно, все пиши, я там, поддержу, сошлюсь на тебя. Поэтому, ну, надо общаться, но, но вас немного будет в вашей области. Так, кто-то еще вопрос? Да? А вот программисты, например, с Фифта, не смогут найти себе место, например, вот, из Техи? Да, ребят, ну, вот, вообще, оно, деление такое, достаточно условное, работу вы себе найдете, все зависит от вас. Во-первых, ну, смотрите, вы можете, даже оставаясь, там, скажем, на Фифте, вот, вам что-то понравилось, на Индплане, там, выбрали Карасева Романа Николаевича, у нас работает, там, великий математик, таких в стране, там, он федеральный профессор, вот, в его возрасте, был в свое время лучший на международной олимпиаде по математике, увлеклись математикой, остались на Фифте, но, работаете наукой, занимайтесь с Карасевым, как вариант, там, или, увлеклись, там, биофизикой, ну, и ладно, там, пошли с кем-то работать, там, тоже нужен счет, там, скажем, как через мембрану, протон, проходит снаружи, внутрь, или как какое-то химическое соединение проходит, это нужно считать, потому что сейчас мы лекарства едим, и 95% нас травит, и только 5% в лучшем случае попадает в клетку и осуществляет то, что нужно. Почему сейчас на биофизику такие усилия огромные брошены? Хочется, чтобы по максимуму лекарства попадали в организм, тогда их надо будет меньше пить, тогда будет быстрее эффект, сильнее и так далее. Так что, привязка к факультетам, ну, она важна в какой-то степени, но, но не очень. Шеф, ищите себе шефа. Да. На ваши оценки, на вашу успеваемость. Смотрите, стипендия, это с помощью вставания в жизни, и большая часть, к сожалению, для них она важна. Есть, конечно, ребята, которым не важно, там родители поддерживают, у них там свои какие-то предприятия, или еще что-то. А стипендии дают только тем, кто учится на хорошо и отлично. Это первое. Второй момент. У нас есть Абрамов и Фролов, два таких выдающихся выпускника, которые, не побоюсь этого слова, миллиардеры, и они учредили фонд, вложили туда сколько-то там миллиардов, лежат в швейцарском банке, а на проценты сюда они дают дополнительную стипендию. И эта стипендия не маленькая, она там больше 10 тысяч точно, и она никак не связана с вашей основной. Но там есть правило, и вы посмотрите, это тоже важно, вы нормально сдали сессию, получили стипендию, подали на стипендию Абрамова и Фролова, получили еще. И я знаю студентов, которые получали больше, чем у меня зарплата. Потому что они там вот там получают обычную стипендию, вот Абрамова и Фролова, у них база там, им что-то приплачивает. Поэтому, ну вот так. Еще вопросы? Ну, смотрите, что вас ждет. Обычно после третьего курса, на некоторых факультетах, на третьем курсе зимой, зимой вас распределяют по базам, а там вас распределят в какой-то научный коллектив. Вообще баз у физтеха, сейчас ректор стал немножко их так это, где студентами не занимается прижимать, уменьшать, раньше их было больше сотни. Сейчас чуть поменьше, но все равно много. А вас-то будет около тысячи. Поэтому, понимаете, на каждую базу попадет вас много. А хороших руководителей много не так. И поэтому, если вы заранее будете вот выяснять, как, что, и уж если вы попали на эту базу, то говорите, я хочу к такому-то. Ну, как руководитель откажется? Конечно, он вас возьмет в свою команду. Если вы молчите, куда кривая вывезет, он может удачно вывезти, а может и не очень. Поэтому, вот общайтесь со старшекурсниками. Они, конечно, немножко так будут хвост как павлины, распускать вас там, назидательно чего-то говорить, но вы ловите важное там. А кто все-таки там у вас хороший шеф? Кто занимается студентами? Сколько человек у него защитили диссертации за последнее время и так далее? Вот это важно. Если это сработает, то все. Вот если вы куда-то попроситесь, скорее всего, вас туда направят. Если нет, то как повезет. Бывают, конечно, там люди яркие, и к нему много людей просится. Но человек ответственный, он скажет, нет, я больше двух не могу взять, потому что мне же их надо озадачить, а я еще сам работаю. Ну, тогда уж как получится. Но если, опять-таки, вы начнете уже со второго курса с кем-то взаимодействовать, то человек так устроен, что он знает. Да, вот эту девочку я знаю, она там классно работает, все. Я возьму ее. А есть ли гарантия, что будет возможность перейти с кем-то в течение первого курса? Смотрите, как правило, на первом курсе переводы не делают, потому что вы еще, ну, ничего не знаете, а науке у вас такое совершенно превратное впечатление. Вы думаете, что там Нобелевские премии раздают и так далее, вот очередь стоит. А там, я говорю, надо много пахать. И представление о науке у вас, которая была там, ну, сто или двести лет назад. Эту науку вам преподают на первом-втором курсе для того, чтобы вы, это просто понятно, вы научились строить модели, вы научились применять мат-аппарат и потихонечку вас будут вводить в современную науку. Вот. Ну, а дальше уж как получится. Есть какое-нибудь место, где студенты, ну, там, еще на первом-втором курсе могут какие-то эксперименты для себя иметь? То есть заранее хочется, хоть и хоть и для с собой работать. Понятно. Ну, смотрите. Самое простое, это, конечно, кафедра общей физики. Вот у нас каждый год есть не так много, но там, ну, 3-4 человека обычно, которые, у них какая-то идея возникла, вот, там, лабу модернизировать или новую лабу сделать. Там, изучайте механику, ну, по механике чего-то сделать. Преподаватели только приветствуют, на кафедре-то приветствуется все, вот, ну, инициатива за вами. Скорее всего, преподаватель не будет вам говорить, вот давай делай это, чтобы получится. Ну, вот на втором курсе у вас будет термодинамика, у нас так, Данила Доморецкий есть такой, он сейчас на пятом курсе. Есть работа по определению постоянной одиабаты, метод Климана-Дезорма. Ну, она такая мутная работа, ее преподаватели не любят давать, потому что там написано, вот, нужно, чтобы измерение и не быстро, и не медленно, четкого критерия нет, как, получается, плохо. А Данила эту идею взял, и там время стало явным параметром входить. И вот, если будете делать на следующем семестре, не забудете, попросите там, вам дадут дополнительное описание. Его нет в лабнике, но желающим выдают. И получается очень интересно, точно, в общем, он эту работу, вначале рассказал, как вопрос по выбору, получил отлично, потом на третьем курсе, уже на госэкзамене доложил, в общем, и вот восторженные отзывы, все. Так что, может быть, новый лабник будут издавать, возможно, она туда войдет. Вот студенческая работа, человек что-то там накопал, увидел на младших курсах. Да? Нет, я имею в виду, есть ли возможность на первом курсе получить доступ к оборудованию? Ну, опять, смотрите, какое оборудование? Если несложное, вы можете на кафедру физики прийти, что мне нужно там что-то. Сложнее надо смотреть на базовые кафедры, которые здесь на физтехе есть. Там и осциллографы есть, ну, всякая сложная техника, и поэтому... Ну, у вас уже идеи какие-то есть, чего поделать, да? Потому что, как правило... Нет, например, есть турнир юных физиков, они 17 детей каждый год выкладывают. Да, 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 да. Кстати, про турнир физиков очень... Только я не про юных физиков, а есть студенческий турнир физиков. И... Вещь очень полезная. Если вы там сколотите команду, сразу наверняка не выиграете, но так со временем... А, можно выиграть, съездить куда-то там. Ну, вот на будущий год в Швейцарии будет турнир. А, во-вторых, все преподаватели отмечают, что это очень полезно, поскольку там приходится и эксперимент делать, и копать много, и... И главное, сам турнир так устроен, что студенты учатся докладывать. Это, по существу, тренировка перед тем, как докладывают на защите диплома или диссертации. Там тоже ограниченное время. Вот кандидатская диссертация, у вас 20 минут, за это время вы должны изложить результат своей, там, трех- или четырехлетней работы. Это целое искусство. Так, еще вопросы есть? Да. Скажите, пожалуйста, на вторых экзаменах? По предмету. По физике. Ну, он проходит, собственно, примерно так же, как и обычный экзамен по физике. То есть у вас... Да, по физике. У вас перед устным экзаменом обязательно проходят письменный экзамен. Дается пять задач. Вот в этом году на первом курсе попробовали дать шесть задач и четыре часа времени. За это ставится какая-то оценка, а дальше есть правило, там, скажем, на устном экзамене преподаватель не может поставить больше, чем на балл по пятибалльной системе от того, что у вас есть. Если вы претендуете на большее, можете пойти к лектору, лектор может на два балла поднять. Если у вас тройка, например, но вы уверены в себе, ну, мало ли там, заболел, голова болела или еще что-то случилось, то вот такие ходы. Там же в билете есть задачка какая-нибудь простенькая, так, на пять минут. Вопрос по выбору, ну, и вопрос вот в любом билете. Это по программе того курса, который вы изучали. Ну, вот так вот по физике. Ну что, отдыхать идем? Так, все, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ